И гуманитарная помощь из России для многих жителей Донбасса зачастую остается единственным средством к выживанию ДНР и ЛНР в транспортной экономической блокаде со стороны Украины. Попасть на подконтрольную Киеву территорию, чтобы, например, навестить родственников, огромная проблема. Репортаж Ксении Назаровой. Многокилометровая очередь тянется от самого горизонта и упирается в импровизированную таможню, которую украинская сторона организовала на выезде из ДНР. Чтобы добраться из Горловки в Майорск, это всего 13 километров, людям иногда приходится простаивать в очереди сутками. Тяжело, да, и тем более ребенок непростой, инвалид детства, и тяжело, конечно, выстаивать. Очередь большая, очень. За один день, наверное, нереально пройти. И ночевать приходилось на блокпосту. Тяжело. Накануне только на этом блокпосту в районе Горловки миссия ОБСЕ зафиксировала очередь из 600 автомобилей в сторону Донецка и 700 в противоположном направлении. Пропускать через линию разграничения начинают в 9 утра по местному времени, но многие занимают очередь с вечера. Попасть на работу, учебу или в гости к родственникам теперь огромная проблема. Вот так выглядит очередь на автобус, который повезет людей из Артемовска до блокпоста в Горловке. У Екатерины Григорьевны три месяца назад в Киеве родилась правнучка. Ради нее пенсионерка отправилась в тяжелую дорогу на общественном транспорте. Думают, что мы там ездим за мылостыней? Нет. Мылостыней уже не просить нечего. Мы ездим к своим детям, онукам, правнукам. Дети к нам не могут приехать. Пускай наведут порядок. Съезжать с трассы, прижиматься к обочине опасно. Так называемая зеленка все еще заминирована. Время от времени появляются новости о подрыве людей, которые сошли с дороги. На блокпосту в районе Волновахи пассажиры рассказывают, тем, кто боится или просто устал стоять на трассе, некие люди тут же предлагают купить место в очереди. Киев границу с ДНР государственно не признает. Но это не мешает украинским силовикам на пунктах пропуска пересчитывать сосиски и буханки хлеба в сумках. Лишнее изымается. Причем это лишнее определяется на глазок. Никаких официальных норм нет. Издержки экономической блокады. А на блокпостах ДНР таких очередей нет. Хотя досмотр доскональный. Самый горячий участок Горловский. Здесь стоит третья гвардейская бригада ДНР. Говорят, они контрабанду не ищут. Их интересуют возможные диверсанты. С той стороны пытаются проскакивать диверсионные группы, чтобы здесь нагадить, грубо говоря. Сейчас это очень сложно сделать. Было период, когда было, как говорится, боевые действия. Сейчас попасть из ДНР на территорию подконтрольной украинским силовикам можно только через четыре пункта пропуска. Местные жители говорят, что этого катастрофически мало. Но пока открывать дополнительные переходы не планируется. Ксения Назарова, Алексей Сусаренко, Алексей Зуев, Первый канал, Донецк.